Друзья, привет-привет! С вами снова Ирина Грачева, это проект Ирина Грачева Рейсинг. И сегодня я расскажу немножечко о своей мачте, пока я её ещё не поставила. Ставлю я её буквально через час. И пока есть время, показать её подробно, близко и рассказать о некоторых нюансах. Мы по-прежнему в Ларьяне, у нас сегодня немножечко ветрено, поэтому, извините за шум, меховушка со мной, но она не избавляет от всех проблем. Тут ещё чинит дорогу, ездят грузовики и прочее, прочее, прочее. В любом случае, погнали! Моя мачта сейчас находится полностью в комплектации для мини-трансата, со всеми проводниками, со всеми нюансами. И из того, что мы с ней сделали, чтобы сделать её лучше, прочнее и надёжнее, мы покрыли её эпоксидкой Notix, очень тонким слоем, чтобы немножечко восстановить, защитным лаком Notix, мы сделали новый стоячий текелаж, новые ванты, штаг и бакштеги. Бакштеги, вернее, будут чуть-чуть попозже, пока мы со старыми, но бакштеги тоже будут новыми. Мы заменили внутри всю проводку на новую, чтобы не было никаких нюансов с контактами. По крайней мере, не было никаких нюансов с контактами из-за того, что она просто старая. То есть сейчас мы подготовили мачту полностью таким образом, чтобы никаких непредвиденных ситуаций с ней не случилось. То есть попытались превентивно избежать каких-либо проблем, которые мы можем сейчас предвидеть, и которые мы можем избежать, находясь ещё на берегу. Итак, я начну рассказывать с топа. Вот, собственно, так выглядит топик моей мачты. Это вертушка, анимометр НКО. НКО Carbo Wind с самим датчиком HR, высокого разрешения, чтобы получать самые точные данные о ветре. Антенна VHF и фонарь. Это суперлёгкий фонарь, разработанный одним из местных умельцев Лукомонтанем, который тоже вышел из класса мини, который тоже гонял мини-трансаты. Как вы понимаете, всё, что находится на топе мачты, вес очень критично важен для стабильности лодки, для стабилити-теста. То есть позволить себе лишние 100 грамм мы не можем, поэтому огни такие облегчённые. Немножко расскажу об этом решении, зачем это сделано так. Я имею в виду антенну. Поскольку это всё находится на высоте, поскольку есть большая амплитуда качания, есть ветер и всё такое прочее, антенна, естественно, будет раскачиваться. И в какой-то момент она задевает за анимометр, за вертушку и может её сломать. Такое, по-моему, произошло у Фёдора Дружинина. Чтобы избежать этого, я зафиксировала антенну вот здесь, там внутри жёсткости, и привязала её верёвочкой, чтобы избежать качания. Здесь специально сделано таким образом, чтобы разнести антенну и карбон, потому что при соприкосновении карбон будет мешать, ну, как это назвать, проходимости. В общем, качество сигнала будет гораздо хуже. Я, к сожалению, небольшой профессионал в этих делах, но это я понимаю, но назвать не могу правильно. Дальше поехали. Здесь у нас точки крепления вант проходят насквозь ванты. Ванты у нас сделаны из ПБО с интегрированной дайнимой. Вот тут вот и оплётка из дайнимы. В некоторых местах оплётка сейчас поставлена двойная, для того, чтобы если первый слой оплётки перетёрся, здесь, например, там есть вторая защитка. Ну и снизу точки крепления бакштегов. Фал, грутофал, спинакер-фал. Здесь у меня протянут проводник на случай, если что-то произойдёт со спинакер-фалом, если он порвётся, если у него перетрётся оплётка и пользоваться им будет невозможно. На этом проводнике из дайнимы я смогу протянуть ещё один фал. Запасной фал у меня будет с собой. Он закреплён вот здесь, вот этими самыми стяжками электрическими, здесь и ещё внутри мачты, которые при натяжении, когда я дёрну за эту верёвочку, должны порваться. И после этого он встанет на своё место, на шкив и на кольцо. Проводник идёт вдоль всей мачты. Оба конца приходят вниз. Дальше точка крепления штага. И стаксель-фала. Здесь у нас стоит дайнима троечка в три слоя. И лашинги, которые я научилась делать в блю-стоп. Профессиональные лашинги. Вот здесь у нас точка такая. Это штаг. Штаг у меня составной, чтобы я могла на своей мачте получить точку крепления дробного фала. Давайте так скажем. Потому что фал у меня один. Спинакер-фал. И в случае, если я должна буду поставить средний спинакер с рифом, я должна буду переместить точку прихода фала стопа чуть-чуть ниже. На расстояние... Сколько у меня тут? Ну, метр двадцать, наверное. Вот. Здесь есть специальная верёвочка, которая протягивает всё это вниз. И притягивает вместе фал, штаг, вот сюда, вот в эту точку. Соответственно, я должна буду эту верёвку сильно-сильно добить перед постановкой. Всё это привести в эту точку, и у меня будет дробный спинакер. Соответственно, в ответку здесь есть точка крепления вант. И вот здесь вот есть точка крепления бакштагов. То есть бакштаги мы точно так же с топа переносим как бы сюда. Добирая верёвку внизу. Этой системой я ещё не пользовалась, потому что пока что я носила все свои спинакера и коды зеро на топе. И сюда у нас приходят, соответственно, ванты диагонали D3. Здесь точка крепления диагоналей D2, чекстеев и бэйбиштага. Бэйбиштаг я заменила. Раньше это была дайнима без оплётки. Но поскольку оранжевый таксель штормовой надо будет поднимать на бэйбиштаге, прицепляя металлическими карабинами, мне, в общем, очень не хочется, чтобы он там елозил в штормовой ветер по дайниме без оплётки, перетирала её, поэтому я поставила, сделала бэйбиштаг из дайнима четвёрки в дайниме оплётки. Сама изготовила. Здесь это пока что точка крепления, точка подъёма. То есть за вот эту петлю я буду поднимать. Собственно, краспицы. На моей мачте одни краспицы, один ряд краспиц, выгнутые бумерангом, чтобы я могла поставить таксель больше по размеру, чтобы он не упирался. И здесь у нас идёт точка крепления вант D1 и верёвочка, которая будет поддерживать шверты, на которой будет установлена таль швертов. Ну, с той стороны, соответственно, всё точно так же. Всё, что у меня сейчас помечено красной изолентой, это лашинги, которые я должна буду настроить. Они специально помечены красным, чтобы я не забыла, что мне нужно настроить. Мои новые ванты изготовлены компанией Denran. Denran – это риггинговая компания в Трините с посредничеством и с большой помощью компании Blue Stop. Большое спасибо хочу сказать Винсану за его очень детальный подход, за точность, за то, что он постоянно держал нас в курсе, потому что во Франции это непросто. Очень часто на тебя просто забивают, даже если ты уже заплатил деньги. Винсан помог нам сделать всё вовремя, точно обсудил с нами все вопросы, все нюансы, всё объяснил и составил полностью таблицу, то есть сам замерил все ванты, поскольку они текстильно изготовлены вручную, машинно вручную, и попасть в размер очень точно трудно. Винсан сделал все замеры старых, новых, лашингов, новых таларипов, и сделал табличку настройки, примерные настройки, которые я буду следовать, когда, собственно, мачту установлю и начну добивать вот эти вот лашинги. Здесь, соответственно, выходит веревка добора штага, чтобы сделать его фракшнал, дробным, ну и к кольцу будет приделана таль, которую я буду добивать. Ну, а дальше низушка всё как обычно. Фалы со своими точками выхода у меня всего три фала. Бакштаги здесь вот с новыми карверовскими блоками. Очень я им рада, очень горжусь. Бакштаги будут бегать быстро-быстро. Да, мачта у нас сделана компанией Heol. Компания Heol огромное спасибо тоже за поддержку, за своевременные консультации. Мы с ними делали одну небольшую деталь для крепления гека к мачте, которая у предыдущих владельцев просто развалилась из-за неправильного использования. И в компании Heol я когда пришла и говорю, вот надо сделать такую деталь. Типа, когда будет? Они такие, ой, ну, очень быстро не обещаем. Через полтора часа я не поверила своим ушам. Потому что во Франции быстро не обещаем, это месяц. Обещаем быстро, это 10 дней. После которых ещё задержат на две недели. Вот он, собственно, проводничок спинакер-фала запасного. Идёт вдоль всей мачты. И вот один из концов закреплён здесь. А второй выходит из вот этого вот выхода. Здесь у нас это добивка бакштегов, если я хочу сделать дробную точку для спинакер-фала. И, собственно, сюда я смогу спокойно вставить новый фал, провести его наверх. Я полностью проверила, что они нигде не перехлестнулись. Всё это надёжно. Точно нигде нет перехлёста. Ну и вот он, шпор. Устанавливается на палубу на шарик. Новая проводка. Проводка защищена вот такими вот... Как их назвать? Господи, уже русский язык забыла в этой Франции. Короче, туда, в этот самый... Это изданимая сделана оплётка, в которую вставлены все кабели. Соответственно, антенна-кабель, вин-сенсор и свет. Ну вот, такая красота. На этом наше коротенькое сегодняшнее видео заканчивается. А я пошла ставить мачту. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова